добрый день дорогие друзья очень часто люди спрашивают откуда берутся аритмии чем они обусловлены и вообще что сделать чтобы их не было кстати на эту тему у меня в школе здоровья есть вебинар вы можете по ссылочке под видео пройти на этот вебинар и посмотреть там я рассказываю все еще более подробно на самом деле здесь несколько моментов которые влияют на появление ритме и что такое ритме и ритме это нарушение ритма сокращение сердца сокращает нарушается ритм сокращения сердца по нескольким причинам основные причины 2 это какие-то внешние условия которые воздействуют на мышцу сердца и перегружают ее и внутренние условия то есть когда мышца сердца сама по себе слабенькая и или не хватает ей питательных веществ тогда тоже ему может возникать аритмия какие наружные условия могут нарушать ритм сердца первое это напряжение брюшной аорты а когда брюшная аорта напрягается тоже получается что слишком сильное должно быть сокращение мышцы сердца для того чтобы как бы компенсировать вот это напряжение брюшной аорты поэтому сердце тоже работает как бы с перегрузкой и соответственно возникают проблемы вот это первый момент и второй момент еще бывает нарушение ритма сердца при передавливании облуждающего нерва так называемая пароксизмальная тахикардия всегда 100 процентов случаев обусловлено передавливание блуждающего нерва на уровне шеи вот вот эти боковые мышцы шеи вот здесь передавливают блуждающий нерв при своем напряжении и тогда возникают приступы пароксизмальной тахикардии снимаются они банально элементарно просто расслабление вот этих боковых мышц шеи и сразу же приступ пароксизмальной тахикардии уходит но для профилактики всевозможных аритмий любую и вид любого вида армии необходимо сделать несколько вещей первое обязательно висцерально обратиться к висцеральному терапевту чтобы он проработал расслабил брюшную аорту второе нужно восстановить нормальное питание сердечной мышцы то есть принимать достаточное количество витаминов а еще лучше если вы не химию вот это будете принимать а пить ту же самую зеленую водичку которую мы делали для профилактики остеопороза да вот то же самое там в этой зеленой водички содержится не только кальций который кстати тоже нужен и сердечные мышцы тоже в хорошо усваиваемой форме там еще содержится огромное количество всевозможных микроэлементов и витаминов которые тоже нужны для нормальной работы сердца и конечно же обязательно принцип очень простой если какой-то орган работает он тренируется он сильный мощный если какой-то орган не работает вы его не нагружаете соответственно он становится слабее и соответственно нарушаются функции и аритмии тоже возникают как правило почему в пожилом возрасте не только потому что накапливаются те нарушения которых я сказал но еще и потому что люди в пожилом возрасте как правило становится менее активными менее подвижными соответственно нагрузка сердца о уменьшается сердце ослабевает и вот тогда возникают эти проблемы поэтому не надо не забывать о тренировке сердечные мышцы постоянно постоянно заниматься тренировкой если вы долгое время мышцу не нагружали и она уже стала слабенькой у вас появилась аритмия значит надо постепенно очень медленно и плавно начать ею заниматься сердечная мышца работает тогда когда работают другие мышцы потому что задача ее обеспечить полноценное кровоснабжение чем лучше у вас работает чем сильнее работают какие-то мышцы тем больше идет нагрузка на сердечную мышцу поэтому обязательно помимо того что вот вы будете снаружи что-то приводить в порядок обязательно нужно еще поставить себе в углового угла тренировку сердечной мышцы тогда и никаких аритмий у вас друзья мои если вы хотите быть здоровым в любом возрасте пожалуйста смотрите за переходите по ссылке в описании к этому ролику